Сергей Сукач, лид дата сайенс компании Мурка, которая является спонсором нашей прекрасной конференции. Надеюсь, вам понравится последняя наша лекция. Она будет про оптимизацию маркетинговой закупки с использованием алгоритмов автоматического обидования. Что ж, Сергей, передаю вам слово. Надеюсь, это будет интересная лекция. Да, хорошо. Спасибо. Всем привет. Ну что ж, давайте начнем. Тема уже сказали. Немного расскажу о себе. Я лид направления дата сайенс компании Мурка и расскажу о том, какими проектами занимается наш отдел. И мы работаем как и с продуктовым, так и с маркетинг-направлением. Здесь вот такой детализирован немного список задач, которыми мы занимаемся. Это оптимизация маркетинговой закупки, о которой мы сегодня будем говорить детально. Также у нас есть направление. Это построение поведенческих моделей, это пастеризация пользователей, это построение моделей предикта черна, расчет вероятности конверсии. Также у нас есть отдельное направление, которое занимается детекцией аномалий. Детекцией аномалий в различных показателях. Это как и базы данных, так и различные TPI, аналитические показатели. Делаем и для саппорта, и для слотовой команды детекцию аномалий. И разрабатываем отдельные платформы аналитические, которые позволяют анализировать АБ-тесты, подготовливать аудиторию для запуска экспериментов. Если вам интересно заниматься такими сложными и интересными задачами, смело пишите, будем общаться. Итак, переходим к теме нашего доклада, о чем мы будем сегодня говорить в первой части. Мы поговорим о том, что такое оценка качества маркетинговой закупки, какую роль в этом играет LTV Forecast, какие есть типы источников трафика, где мы можем закупать наших игроков. Во второй части мы уже подробно поговорим о том, как можно автоматизировать маркетинговую закупку с помощью алгоритмов автоматического обидования. И к чему мы пришли, какие результаты мы после того, как начали использовать эти алгоритмы, получили. Начинаем. Как выглядит процесс маркетинговой закупки? С одной стороны есть наши приложения, с другой стороны есть источники трафика, источники трафика, в которых мы можем закупать новых юзеров. Для каждого нашего приложения у нас есть определенный бюджет. Мы этот бюджет отправляем источникам и получаем новых юзеров. Но помимо того, что мы получаем новых юзеров, нам нужно контролировать не только объемы, а также и качество, качество закупки. Как можно оценить качество маркетинговой закупки? Основным, одним из основных показателей является ROI. Возвратные инвестиции. Можем на примере вот ковортного анализа рассмотреть, как это выглядит подробно. Вот 2020 год, 39-я неделя. Мы закупили определенный объем новых игроков. У нас есть затраты, и они начинают платить. И по результатам первого дня жизни всей этой коворты инвестиции окупились на 4,3%. На третий день на 10,1% и так далее. То есть ROI что позволяет нам делать? Он позволяет оценивать эффективность по факту. Мы можем понимать, какая окупаемость сейчас, какие источники окупаются лучше, какие хуже. Но в реальности этого недостаточно, потому что мы можем при одних и тех же стартовых показателях иметь совершенно разные хвосты. Что я имею в виду, что если, например, мы будем учитывать еще черн, кто это наплатил, какой процент пользователей отвалился, и будем прогнозировать доход, то это позволит нам в перспективе смотреть на эффективность нашей закупки. И для этого рассчитывается LTV, lifetime value. Это сумма дохода с одного игрока, которую мы получим в течение всего нашего сотрудничества. Вот под красной линией мы видим уже прогнозные значения. То есть у нас есть не только факт, уже есть прогноз. И мы можем уже понять, когда мы начнем получать прибыль, уже в перспективе. Мы будем смотреть наперед и будем наши деньги эффективно использовать уже сейчас. Мы не будем ждать факта. Немного расскажу о том, потому что это очень важно в оценке эффективности маркетинговой закупки, как мы рассчитываем LTV Forecast. Мы его рассчитываем на уровне человека в разрезе проекта платформы. Что это означает? Это означает, например, игрок установился три месяца назад. После этого он сделал, реинстал, удалил наше приложение. Потом его снова установил. Потом у него появился новый девайс. Он начал играть с нового девайса. Но мы своими алгоритмами Fingerprint понимаем, что три месяца назад мы внесли определенные инвестиции, чтобы получить конкретного игрока. И все остальные данные уже собираем к конкретному игроку. И для него же делаем прогноз. Мы не говорим, что это органический какой-то новый игрок. Это один и тот же человек. Для расчета LTV мы разработали алгоритм, который построен на основании алгоритм, XG Boost и Random Forest, который начиная с третьего дня жизни и на три года вперед строит LTV для каждого человека. И на основании различных игровых показателей и платежных. И начиная уже с четвертый, пятый, шестой день и так далее, у нас становится все больше и больше данных. Точность становится все лучше. И мы начинаем апдейтить нашу модель. В чем основное преимущество построения прогноза в разрезе человека? Это то, что когда мы строим прогноз для человека, мы можем агрегировать наши данные в любом удобном для нас формате. Например, мы можем смотреть окупаемость по дню с установками, по неделю с установками, по стране, по источнику трафика. В любом нужном нам срезе мы можем смотреть окупаемость и находить эффективные источники и инвестировать в них больше бюджета. Какие еще важные показатели для оценки маркетинговой закупки? Это Payback. Payback говорит нам, сколько нужно месяцев, чтобы наши затраты окупились, и дальше мы уже начнем получать прибыль. Например, вот 39-я неделя нам достаточно было трех месяцев, чтобы наши все расходы, затраты окупились, и мы начали получать прибыль. Для 41-42-й было достаточно двух месяцев, чтобы наши затраты окупились. И еще один из показателей – неэффективный спенд. Это доля. Каждая компания ставит перед собой определенную цель, что инвестиции должны окупаться за N месяц. Если эти инвестиции за N месяц не окупаются, то эти инвестиции считаются неэффективными. И неэффективные косты – это доля бюджета, после того, как компания определилась с нужным Payback, которая приходится на те среды, где Payback больше. Об этом мы поговорим детально позже. Итак, что у нас есть? У нас есть наши приложения, у нас есть источники трафика. Мы отправляем деньги, контролируем объемы закупки и качество закупки. И что же такое источники трафика? Где мы можем закупать наших игроков? Поговорим о самых основных источниках маркетинга закупки. Это AdNetwork или AdVideo Network, видеосеть или рекламные сети. Как они работают? Они работают без посредников. С одной стороны, есть паблишер. Паблишер я сегодня буду говорить очень часто. Это конкретное приложение, в котором есть место для показа рекламы, и они продают эти показы. С другой стороны, есть мы, мы рекламодатели, которые, у которых есть реклама, и они хотят показать рекламу в определенном месте. И что делают видеосети? Они берут, покупают показы у паблишеров и продают их нам. В зависимости от того, какую ценовую модель мы выберем, мы можем платить либо за показы, либо же мы можем платить за установки, работать по себе. Как происходит оптимизация? В основном оптимизация происходит за счет работы маркетинг-менеджера. Это мануальная работа. Маркетинг-менеджер сам принимает решение, по какой цене с каждого приложения нужно закупать, где нужно увеличить закупку, где нужно снизить закупку. Вот. И это весь процесс мануальный. Сегодня мы будем как раз говорить о том, как этот процесс можно автоматизировать. Также есть Demain Site платформ, DSP сети. Они работают немного по-другому. У нас есть наше приложение. С другой стороны, есть приложения, которые продают показы. И есть еще Supply Site платформ, которые в приложении говорят, что они готовы продать показы. И DSP-сети в режиме реального времени, обращаясь к ССП, принимают решение, покупать показ или не покупать. Но они ориентируются на девайс. То есть они видят девайс и принимают решение, покупать показ определенному девайсу или нет. И вся их оптимизация происходит по девайсу. Точно так же, как и в Self-Attributed сетях. Это как Facebook, Google. У них тоже все происходит по девайсам. И как происходит процесс оптимизации закупки? Мы им говорим определенные таргеты, что мы хотим получить. А они своими алгоритмами пытаются выйти на эти таргеты. Но если мы их попросим, можете в определенном приложении закупать больше, они не смогут, потому что они оптимизируются по девайсам. Но другое дело – видеосети. Итак, оптимизация маркетинговой закупки. Что у нас? У нас наши приложения, но уже источники трафика, в которых мы закупаем, они конкретны. Это Facebook, например, это Colony, Google. И в чем состоит верхнеуровневая оптимизация? У нас есть бюджет, и нам нужно распределить бюджет таким образом, чтобы наша прибыль была максимальной. Для этого разрабатываются математические алгоритмы, которые позволяют самым эффективным образом распределить маркетинговый бюджет, чтобы мы получили максимальную прибыль. То есть мы знаем эффективность каждой сети, и в зависимости от этого будем определенную сумму бюджета распределять. А дальше уже, о чем мы сейчас будем говорить, есть конкретная сеть, и что нам нужно сделать? Нам нужно максимизировать эффективность, чтобы можно было еще больше и больше денег инвестировать в конкретную сеть и получать лучший результат. И переходим непосредственно к алгоритму автоматического обедования. Да, мы уже видели, как это все выглядит, когда мы работаем с различными сетями, но сейчас мы разберем, как происходит оптимизация внутри определенной видеосети. У нас есть наша игра, у нас есть определенный партнер, наши игры есть на разных платформах. Это iOS, Android, Windows, Amazon, Facebook. И чтобы оптимизировать, чтобы эффективно закупать, нам нужно оптимизировать закупку на каждой платформе. Но помимо того, что есть разные платформы, в разных платформах мы закупаем со множества разных приложений рекламы. А люди, которые смотрят эту рекламу в разных приложениях, они с разных стран. И получается, что мы закупаем с множества приложений, в которые играют люди с множества стран. И для того, чтобы оптимизировать закупку, нам нужно оптимизировать закупку на уровне юнита. Тоже буду часто говорить сегодня, слово юнит – это срез, проект, партнер, платформа, паблишер и страна. И вот здесь при мануальной оптимизации маркетинг-менеджер принимает решение, на каком паблишере нужно закупать больше, на каком вообще не нужно закупать. Возможно, в некоторых паблишерах нужно закупать только в определенных странах. Но сейчас я покажу, почему здесь нужно разрабатывать алгоритмы автоматического бедования, почему это очень сложно оптимизировать человеку. На примере одного из наших партнеров вы видите количество уникальных юнитов по месяцам. Это реальные данные. Что мы видим? Мы видим, что сейчас в среднем больше, чем 50 тысяч юнитов на одном проекте в одного партнера. То есть что нужно делать? Это нужно оптимизировать закупку на 50 тысяч определенных единиц. Это делать очень сложно. И второе, мы видим, что их количество увеличивается. Увеличивается, потому что и мы масштабируемся, и на рынке появляется все больше и больше приложений, где мы можем показывать рекламу. И в связи с этим и возникает задача автоматизировать закупку для видеосети. Хорошо. У нас есть юниты. Для каждого юнита мы будем оптимизировать закупку. Какие же данные нам для этого нужны? Для этого нам надо... Начнем с левого столбца. Бит. Бит – это можно так же сказать CPI. Это стоимость одной установки в конкретном приложении, паблишере, и в конкретной стране. То есть чтобы управлять закупкой, нам, во-первых, нужно знать это на сейчас, потому что мы будем его увеличивать, чтобы увеличить закупку или снижать, чтобы снизить закупку. И нам нужны исторические данные, чтобы тоже понимать, как все было ранее. Дальше – это доинстальные события, как показы, клики, так и постинстальные события. Чтобы оценить качество на каждом юните, нам нужна оборонка активации. Это какой процент игроков сделали спин, какой достигли первый, пятый, десятый уровень. Дальше у нас идет ретеншн, какой процент вернулся на первый, третий, седьмой, так далее, день конверсия. Какой процент стали плательщиками и РПУ, когда мы уже смотрим на деньги. Также стоит отметить, что нужно индивидуально общаться с каждым партнером, потому что данные, которые они могут предоставлять, они могут отличаться. И не только отличаться, некоторые могут отправлять что-то дополнительно. И эти данные тоже можно использовать для оптимизации. Например, категория. Потому что количество юнитов огромное. Если вы будете знать хотя бы даже категорию каждого паблишера, это уже позволит вам как-то оптимизировать закупку. Или потенциал. Можете ли вы масштабироваться на этом юните или нет. И у нас есть данные с одной стороны, а с другой стороны у нас есть таргеты. Таргеты – это чтобы оценить, мы делаем эффективно или неэффективно. Бюджеты установки – это таргеты у нас для конкретного партнера. Мы инвестировали определенную сумму, хотим получить определенный объем установок, нужного нам качества. И дальше вот точно такие же таргеты, как ROI, Payback Retention, у нас могут быть и для юнитов. Потому что нам нужно оценивать эффективность. Хорошо. Какие есть типы оптимизации? Мы говорили о данных. Когда данных много, мы можем производить оптимизацию по ROI. Потому что показателей у нас много. Мы можем уже смотреть на платежи данных много, принимать уже достоверные решения. Но когда юнит появился впервые, или же мы с него закупали, но объемы закупки были очень маленькие, чтобы принять по нему какое-то решение, у нас идет discovery и оптимизация. И сейчас мы подробно поговорим о том, как это все происходит. Вот схема всего нашего процесса, как это выглядит. Мы уже проговорили, что у нас есть LTV, у нас есть наши исторические данные, у нас есть наши таргеты. Все эти данные мы отправляем в модель, которая на основании эффективности каждого юнита принимает решение, что делать дальше. Повысить бит. Возможно, у нас будет стратегия повысить бит и получить больше установок. Или же у нас будет стратегия, мы видим, что мы больше платить не можем, но мы попробуем удержать те же объемы закупки, но с минимальным битом. Или же отключить закупку, или же немного снизить закупку, или выставить оптимальный бит. То есть на основании всех данных, которые попадают в нашу модель, мы принимаем решение, что сделать с текущим битом. Дальше эти данные отправляются партнерам, устанавливаются, и мы начинаем закупку уже с новыми битами. Но еще вот здесь такой момент, я все же уделю время, расскажу, что у нас партнеры, они закупают показы. А когда мы работаем с ними по CPI-модели, им все равно выгодно, что получать больше денег за, например, тысячу показов. И, например, если мы работаем по CPI-модели, и у нас с тысячи показов 10 установок по 10 долларов, мы заплатим 100 долларов за тысячу показов, а наши конкуренты, они закупают по CPI-модели и платят 50 долларов за тысячу показов, конечно же, выгоднее продавать эти показы нам. Вот. То есть у нас задача оптимизации, когда мы работаем с бедами, состоит не только с беда, но и с конверсией. Конверсия – это те, кто увидели креатив рекламу и нажали «установить». Но это уже оптимизация креатива, об этом мы сегодня говорить не будем, это тоже очень важная задача в маркетинге. Вот. По результатам того, как мы отправили новый бит, у нас изменяется закупка. Мы можем начать получать больше, начать меньше. Мы начинаем получать новых игроков. В режиме реального времени мы уже начинаем собирать данные по этим, по новым нашим игрокам. Эти данные попадают снова же к нам в модель. И это был первый такой круг. Первый круг оптимизации. То есть мы сделали рекомендации и получили от системы уже фидбэк. Закупка изменилась или закупка не изменилась. Что мы делаем дальше? У нас есть те же исторические данные, но помимо исторических данных у нас уже есть наши цели. То есть предыдущие рекомендации, а что мы хотели сделать? И уже мы начинаем анализировать, ага, удалось нам их достичь или нет. И принимаем. В зависимости этого, мы сейчас подробно на практике это рассмотрим, следующее решение. И начинаем уже так циклично работать, когда у нас есть и исторические данные, и у нас есть цепочка наших рекомендаций. И мы всю эту цепочку используем для того, чтобы делать последующие рекомендации. Еще что стоит отметить, это в блок-схеме у нас есть наши видеосети, отправляют нам к пастбеки ежедневно. Это наши инсталлы, косты, дополнительную информацию, которую они могут нам сбрасывать на уровне паблишера. И также, что мы еще разработали? Мы разработали аналитические дашборды в табло, куда могут заходить маркетинг-аналитики, маркетинг-менеджеры и смотреть на эффективность закупки, либо же на уровне проект-платформа, смотреть, как ведут себя основные показатели и опускаться до уровня юнинг. Помимо этого, разработали отчеты, которые с определенной частотой нам приходят в канал, где мы можем, в Slack-чат, где мы можем ознакомиться с эффективностью маркетинговой закупки. И помимо этого, как и любой алгоритм, который разрабатывается, нужно всегда детектить аномалии. Это очень важно, потому что здесь вес ошибки очень высок. Поэтому их нужно минимизировать. Для этого мы всегда разрабатываем алгоритмы детекции аномалии, как данных на входе, так и данных на выходе. Если мы детектим аномалию, у нас, во-первых, модель не отработает, но мы разрабатываем алгоритмы, которые состоят из нескольких зон. Если у нас зеленая зона, все хорошо. Если желтая, приходят Slack-уведомления, что нужно проверить, у нас мы видим, что распределение файла, которое мы получаем от партнера, немного изменилось. Мы начинаем проверить. Вот. И так работает наш алгоритм. Еще раз. У нас есть наши данные на уровне каждого юнита по результатам этих данных. И у нас есть таргеты для каждого юнита. Мы принимаем решение, что делать с бидом каждого юнита. Отправляем рекомендации рекламным сетям. Они применяются. Мы уже видим, к чему это привели, наши рекомендации. И продолжаем работать вот итеративно, учитывая наши все предыдущие рекомендации. Давайте перейдем к практике и посмотрим, как это выглядит. Если мы видим, что юнит эффективен, то наша цель – нарастить объемы закупки. Как это можно сделать? Это можно повышать бид и смотреть, можем ли мы получить больше установок с повышением бида или нет. Мы видим на примере, что мы начали с 10 долларов повышать бид и нарастили его до 16, но ранее мы получали в среднем меньше 20 установок в день, сейчас вышли на уровень больше 40. То есть мы отправляем рекомендации, смотрим, к чему это приводит. Если мы добились нашей цели, мы продолжаем повышать или же принимаем другие решения. Возможно, мы можем повысить бид, при этом ничего не произошло из-за того, что наше повышение было небольшим. И еще хотел бы рассказать, если вы будете заниматься такой же оптимизацией, с чем вы столкнетесь, с чем нужно будет разобраться. Это длина исторических данных, которые нужно использовать для оптимизации по каждому юниту. Нужно прекрасно понимать, что рынок, он меняется. И мы закупаем в определенных приложениях, а приложения могут у себя изменить стратегию того, кому и никому, они могут выбирать, кому они могут показать рекламу, а также для кого они будут показывать эту рекламу. Например, они будут для всех пользователей или только для тех, кто провел в приложении больше года и ни разу не заплатил. И возникают такие случаи, что полгода назад была эффективная закупка, но сейчас установки уже не приносят. У них плохой ретеншн, плохая конверсия, плохое РПУ. И оно постоянно меняется. Поэтому нельзя использовать очень длинные промежутки времени. Нужно смотреть уже более на настоящее. Частота отправки рекомендаций. Здесь тоже нужно понимать, что если вы сегодня отправили рекомендацию с повышением беда, то результат вы можете завтра не увидеть и нужно подождать день, два или три. В зависимости от партнера это тоже может меняться. Это нужно индивидуально для каждого партнера прорабатывать, смотреть, как чувствительен он к изменениям, когда они начинают происходить. Вот. Дальше. Разумеется, что мы не можем постоянно повышать бит и при этом не контролировать, насколько прирастают у нас установки. Потому что мы бит можем увеличить в два раза, при этом у нас установки увеличиваются всего лишь на 5%. Нас это не устраивает. Поэтому нужно еще разрабатывать вот открыт, который будет держать баланс и будет говорить, что нет, все, мы уже не можем здесь массу стопироваться, нам нужно закупать с текущим бидом. И еще очень важный момент. Если вы закупаете рекламу для разных проектов, у вас в компании есть много разных проектов, то вы можете столкнуться с задачей конкуренции между вашими проектами в одном приложении. Вы начнете разными проектами повышать бит в одном приложении, в котором вы показываете рекламу, и вы будете растить стоимость, но при этом у вас количество установок увеличиваться не будет. Эта задача тоже решаемая. Конкуренцию можно устранить. Это одна из стратегий. Вторая стратегия. Например, мы не можем получать больше установок в приложении, потому что мы и так показываемся всем игрокам, которые могут только увидеть рекламу. или же мы понимаем, что мы не можем повысить бит на конкретном юнити из-за того, что его эффективность нам позволяет больше чем 10 долларов не платить. Тогда у нас вторая стратегия, которую мы используем, это получать те же объемы установок, но с минимальным битом. Что мы делаем? Мы начинаем снижать бит, как мы видим на примере. Мы его снижаем с 10 долларов, потом у нас бит становится 9 долларов, и мы контролируем, а как при этом ведут себя установки. Они снижаются или они не снижаются. И если они не снижаются, мы начинаем продолжать снижать, снижать бит. И когда мы видим, что у нас уже статистически значимо установки снизились, мы понимаем, что нам нужно бит возвращать на прежний уровень, чтобы получить те же объемы установок. И что мы здесь видим? Мы видим, что ранее мы закупали по 10 долларов в одну установку, а сейчас продолжаем закупать те же объемы установок, те же качества, но уже по 7 долларов. Это очень существенная экономия. И таких юнитов очень много. Да, но на примерах мы вот рассмотрели юниты, у которых много установок. Но у нас есть много юнитов, у которых будет 2, 3, 1 установки в день. И отслеживать значимое или незначимое прирост по установкам очень сложно. Поэтому можно перейти к показам. И смотреть, потому что у нас на одну установку приходится порядка, например, 100 показов. Разумеется, с показами будет работать проще, потому что это больше числа, и мы сможем уже понять, у нас стат значимо или нет, увеличились показы. Но здесь нужно быть очень осторожным, потому что, помимо того, что контролировать перерост показов на каждом юнити, вам также нужно контролировать и о какой объеме показов приходится на один девайс. Потому что, что может произойти? вы начнете показываться все больше и больше и больше, при этом у вас установок больше не станет, вы просто начнете чаще показываться одним и тем же пользователям. Эффективности при таком варианте закупки не будет. Итак, давайте подытожим, какая у нас основная стратегия для юнитов с историей. те юниты, которые выполняют таргеты, наша цель есть нарастить объемы закупки. Там, где мы не можем масштабироваться или не можем больше платить, наша цель получить те же объемы, но как можно дешевле. Отключать неэффективных паблишеров и юнитов часто. Когда мы отключаем, нам не нужно ждать один, два, три дня, когда же мы увидим изменения. Мы сегодня отключили и сегодня должны прекратиться установки по конкретному юниту. И это все нужно делать регулярно. Да, но что мы видели? Мы видели, что у нас количество этих юнитов постоянно увеличивается. В связи с этим мы не можем оптимизировать наши юниты только по ROI, мы можем их также оптимизировать как дискабель. Сейчас подробно разберем, как это все происходит. Что у нас ранее было? У нас были исторические данные и у нас была оптимизация по ROI. Сейчас у нас этого нет. Что мы делаем вместо этого? Вместо этого мы используем дефолтный бит. У каждого нового юнита, когда он у нас впервые появляется, есть дефолтная расставка, с которой мы начинаем производить закупку. И у нас есть наши таргеты. Но таргеты уже это будет не ROI. Мы будем смотреть на количество установок. Когда установки только-только начинают появляться, мы можем смотреть, как доинстальные воронки на CVR, насколько заинтересована аудитория. также мы начинаем смотреть на воронку активации. Какой процент сделал спин, какой достиг первого, какой достиг пятого уровня. Когда данных становится у нас больше, мы начинаем смотреть на retention. Какой процент вернулся на первый день и так далее. Еще больше мы уже смотрим, а какой у нас процент стали плательщиками. И когда данных становится еще больше, мы уже делаем оптимизацию по ROI. Итак, как происходит этот процесс? Аналогично мы в первой итерации у нас есть дефолтные беды. Мы начинаем получать наши установки по тому, как установок становится все больше, больше и больше. Мы начинаем принимать решение, что делать с бедом. Повысить, снизить, отключить. И здесь в дискавери компаниях очень важно своевременно отключать новых юнитов и паблишеров, потому что нам не нужно ждать. Если мы понимаем, что они неэффективны, чем раньше мы их отключим, тем меньше доля неэффективных костов у нас будет. Процесс выглядит аналогично. Мы получаем установки, пытаемся оценить, оцениваем их качество, принимаем решение, что сделать с бедом. у нас уже начинают появляться исторические данные, и мы знаем историю наших изменений беда, мы начинаем рекомендовать последующие изменения. И цель у нас здесь аналогична. Если мы видим, что юнит эффективен, нам нужно как можно раньше получить большие объемы установок и уже перейти к оптимизации по АРА. Да, самое важное здесь это отключать как можно раньше неэффективные юниты и паблишер. Возникают такие ситуации, что мы можем закупать в одном приложении, например, в 100 странах. Если у нас есть по одной установке в каждой стране, мы не будем ждать, когда у нас накопится достаточное количество установок по каждому юниту, чтобы принять решение. Мы можем перейти на уровень выше, мы можем перейти на уровень паблишера, потому что у нас уже в целом есть 100 установок и по 100 установкам мы уже сможем оценить эффективность этого паблишера. И как можно раньше, если он неэффективен, его отключить. То есть здесь нам не нужно ждать того, когда мы накопим на каждом юниту определенное количество установок. Мы можем переходить на верхние уровни и принимать решения намного раньше. Подытожим нашу Discovery стратегию. юнитов. Как это происходит? Мы можем находить новых юнитов на одном проекте, пробовать их запустить на другом, на одной платформе находить, пробовать запустить на другой и запустить одного и того же паблишер в разных странах. Ну и также это те юниты, которые у нас появляются в открытых наших компаниях. И как можно раньше понять, что это эффективные установки и нарастить объем установок. И регулярно, ежедневно отключать неэффективные юниты и паблишер. Давайте перейдем теперь к результатам. Что мы здесь видим? У нас каждый столбец это месяц и у нас есть период до того, как мы применили алгоритмы автоматического обедования и уже период, когда мы его использовали. Что мы здесь видим? Мы видим долю костов, которая покрывалась мануально маркетинг-майнерджером и доля костов, которая оставалась без внимания, потому что объемы этих юнитов мы уже видели, они огромные и проконтролировать каждого юнита нереально. И у нас порядка 30-40 процентов костов оставались без внимания. Когда мы перешли к алгоритмам автобедования, мы начали контролировать 100% наших костов. Мы контролируем каждого юнита, но при этом у нас закупка разделилась на две части. Первая часть это оптимизация по ROI, а вторая часть это Discovery, где мы ищем новых юнитов. контролируем закупку, но выделяем определенный бюджет для того, чтобы масштабироваться. Дальше. Дальше я уже говорил неэффективный спенд. Это когда мы для себя установили цель, что у нас должен быть payback, например, N месяцев, но когда мы не выполняем этот payback, мы говорим, что эти косты мы использовали неэффективно. неэффективные косты мы рассчитываем в разрезе месяца и по каждому месяцу и в разрезе игра, платформа, партнер, паблишер, страна, то есть те юниты, которые мы рассматривали, и если юнит у нас входит в наши payback, мы считаем, что да, мы наш бюджет использовали эффективно. Если он не выполняет нужный нам payback, мы говорим, что мы его использовали неэффективно. Подход с неэффективными костами позволяет оценить эффективность работы нашего алгоритма, что было до и что стало после. Как мы видим, до того, как применили алгоритмы автоматического обедования, в среднем было порядка 30% костов, которые мы классифицировали как неэффективные косты. Когда мы перешли к алгоритмам автоматического обедования, то доля таких костов у нас стало меньше 10%. На самом деле вы прекрасно понимаете, какой колоссальный эффект это дало для улучшения эффективности закупки для конкретных партнеров, с которыми мы работаем. Здесь мы предложили колоссальный труд, чтобы разработать эту модель, было задействовано много людей, но и в результате нам удалось автоматизировать наш процесс и снизить долю неэффективных костов с 30% до менее чем 7%. На этом у меня все. Спасибо. Если у вас есть вопросы, вы их сейчас можете задавать. Если они у вас появятся позже, вы всегда можете написать мне и задать их еще раз дополнительно. Я всем отвечу. большое спасибо, Сергей, за ваш доклад. Довольно насыщенный он получился. И у участников пару вопросов в чате. Александр спрашивает, считаете ли вы ЛТВ рекламной монетизации? Как проходит процесс расчета с учетом того, что не все платформы отдают корректно данные? По поводу по поводу ад-ревенью с рекламы, да, конечно, мы аналогично, как и инэппурчейс для слотовых проектов у нас основная доля дохода получается снутри игровых покупок, но точно так же мы и прогнозируем и ад-ревенью. Доход, который мы получим от показа рекламы и аналогично мы тоже можем это спрогнозировать и посмотреть, как каждый источник трафика, каких он нам приводит пользователей, как они смотрят рекламу или не смотрят, оценить эту эффективность. Ну, то, что есть у нас погрешности в данных, но как бы есть небольшие погрешности, да, от этого никуда не денешься, они всегда есть. Вот это как и LAT-девайсы, да, которые limited tracking, которые трекинговые системы атрибутируют сейчас. вот это как бы часть данных может быть с небольшими погрешностями, но все равно эти погрешности позволяют нам принимать правильные решения, то есть они небольшие. спасибо за ответ. Еще один вопрос Александра. Как примерно выглядит Data Pipeline и какой софт предпочитаете? Холодный Scuddle, AVS или что-то другое? Какой коннектор и т.д.? Можете более подробно, что вы имеете в виду, софты для чего, пайплайны? Давайте я вам перекопирую сообщение прямо на чат, чтобы вы прочитали. Смотрите, вот если вам интересно, в софт у нас есть, мы используем BigQuery, базы данных, которые данные у нас в режиме реального времени, я вам показывал есть на слайдах, как выглядит наш процесс загружки наших данных, попадает в BigQuery, и мы уже как команда Data Science непосредственно обращаемся к BigQuery, забираем наши данные, которые в режиме реального времени туда поступают, и уже работаем с этими данными. Всего тогда и следующий вопрос. Система работает только с бидами, а если я могу масштабироваться путем увеличения бюджета, ваша система это как-то учитывает? Система, да, смотрите, мы можем первое, что делать, мы можем контролировать объемы Discovery, то есть мы можем контролировать объем паблишера, на которых мы начнем покупать все как бы большие объемы закупки, то есть мы можем наши Discovery увеличивать. Вот то, что вы говорите, если у вас есть больше бюджет, да, вы можете больше бюджет использовать на Discovery компании. Также вы что можете сделать? Вы можете, вы прекрасно понимаете, что не будет такого, что сегодня вы закупаете на 1 миллион долларов, а завтра вы захотите закупать на 2 миллиона долларов, потому что это очень будет большой такой разрыв и как бы эффективно на 2 миллиона вы сразу не сможете закупать. Для этого, вот что я первое сказал, есть алгоритмы распределения бюджета между сетями, то есть это все происходит постепенно, мы понемногу начинаем повышать наш бюджет для каждой сети на определенный процент и уже наши алгоритмы подстраиваются, начинают увеличивать закупку. Большое спасибо за ответ. Насколько вопросов больше не осталось у участников, тогда хочу сказать вам спасибо за лекцию, было довольно интересно послушать. Приходите к нам еще на конференцию, будем рады вас видеть всегда. Хорошо, спасибо. Если вопросы еще появятся, пишите. Спасибо.